Многие овощеводы до сих пор считают, что убирать лук следует тогда, когда листья полягут и усохнут полностью у всех растений. Это не совсем верно. Специалисты считают, так как более густо стоящие мелкие луковицы, в первую очередь лукосевка и лукорепки, созревают раньше и при влажной почве часто снова дают отрастание корней до того, как полягут и усохнут листья более крупных растений. Убранные при вторичном росте корней плохо хранятся и дают большой процент отхода. При уборке и сушке нужно соблюдать следующие правила. Убирать лук следует тогда, когда большая часть более мелких луковиц созрела и имеет усыхающие листья, а крупные луковицы, более редко стоящие, имеют еще частично не полегшие зеленые листья. То есть наличие зеленых листьев на луке, это не является основанием для того, чтобы еще лук держать на грядке. Уборку лука севка и лукорепки в наших условиях Алтай-Барнаул проводят в конце июля, первой половине августа, когда температура воздуха держится в пределах 20 градусов при понижении в ночные часы. При такой температуре дозаривание невызревшего и сушка вызревшего лука проходит быстро. Затягивание с уборкой создает предпосылки к заражению лука шейковой гнилью и потерям при хранении. Вот поэтому передерживать лук на грядке не стоит. Если лук в августе не успел вызреть или вызрел не очень хорошо, то созревание и формирование луковицы можно ускорить путем выдергивания растений из почвы с последующей сушкой на грядке или где-нибудь в сушилке. То есть в кладовочке или на чердаке, как делаю я, например. В этом случае у вырванных из почвы в любом возрасте растений, в том числе и молодых, происходит отток пластических веществ из листьев и образуются совершенно зрелые, годные к хранению луковицы. Отток органических веществ из листьев происходит медленно при температуре 10-15 градусов, а при температуре 20-25 градусов созревание происходит за 10-15 дней. Однако следует помнить, что такое дозаривание может проходить только у растений ранних посевов и посадок. Растения поздних всходов июнских, неизбежно попадающих под действие осеннего короткого дня, не могут нормально дозреть, поэтому для длительного хранения они непригодны. В условиях дождливой осени, когда нельзя провести полевую сушку, следует обрезать листья лука, оставляя ложный стебель в шейку в 3-4 см, и просушивать в теплых помещениях, чтобы уменьшить количество воды в луковицах и этим закончить процесс. Таким образом, можно сделать следующий вывод. На срок уборки лука влияет климат в конкретной местности, где это делается. В нашей местности, повторюсь, это конец июля, начало августа. Кроме того, срок уборки напрямую зависит от способа подготовки лука к хранению. Что я имею в виду? Если у луковиц сразу отрезается перо, то в этом случае нужно, чтобы головки лука непосредственно на грядке уже сформировались практически полностью, и перо уже было подсохшее. А вот если проводить дозаривание, как, например, я делаю, упоминалось уже об этом, то есть убираются луковицы вместе с пером, и потом дозариваются недели 3, и пластические вещества переходят из пера в головку, то в этом случае можно убирать лук пораньше. И это гораздо удобнее и выгоднее. Дело в том, что в эту пору в нашей местности очень ростные ночи, очень сыро, часто идут дожди, поэтому лук и чеснок лучше убрать как можно раньше, иначе начинаются гнили, и лук плохо хранится. А вот когда он убирается вместе с пером в хорошую погоду, то потом дозаривается и хранится хорошо. Так что некоторые огородники, которые мне пеняют на то, что, дескать, я убираю лук с зеленым пером, он потом будет плохо храниться, то это они не правы. Дело в том, что напротив, вот такой лучок после дозаривания хранится очень хорошо. Ну и в конце, конечно, пожелаю всем огородникам выращивать свой лучок, получать хорошее урожае, использовать его с успехом как можно дольше, а лук крепко, при хорошем хранении он вполне хранится вплоть до следующего урожая. Ну а лук замечательное растение, не зря в народе говорят, лук от семей не дуг, и он ни одного стола не испортит. Всегда сгодится. 28 июля, лучок убран, вот он пока в ящиках, вот столько получилось всего лука. То, что зеленое перо, страшного ничего нет, после дозаривания лучок будет храниться очень хорошо, все подсохнет. Сколько получилось у лука в плане урожайности сказать сложно, но визуально видно, что нам для личного потребления лука хватит. Урожай даже побольше, чем в прошлом году. Сейчас вот этот весь лук будет переправлен на чердак, там рассыпан аккуратненько, и будет дозариваться недели 3, а то и месяц. И только после этого ботва у лука будет обрезана, и тогда лук хранится просто отлично. Можно сделать следующий вывод, что лук в этом сезоне уродился вполне нормальный.